привет всем сегодня не круглая дата в общем вроде как сложилась традиция вспомнить об 11 сентября где мы были в этот день и что это для нас и для мира поменяла как я уже признавался я до сторонник некоторых скажем так теории конспирации и не вижу ничего зазорного в том чтобы верить в конспирацию конспирация это сговор если хотя бы два человека сговорились о каком-то общем плане значит это конспирация как я подозреваю без подглядывания в словарь кон спирация это видимо кон смысле совместно аспирация тот же корень что и условия спираль когда говорят что невозможно какую-то большую там тайно держать в тайне долго мой любимый контр пример это история с вскрытием кодов шифрования машины enigma это было фундаментальное достижение которому довольно долго шли это длилось много месяцев это была прорывная деятельность прорывная работа толком они никто не узнал и фишка в том что кроме горстки ученых которые собственно занимались построением этой машины дешифратора существовало целое здание офис даже комплекс зданий где сидела огромная толпа переводчиков общее число порядка трех с половиной тысяч человек это все кто занимался перехватом переводом и обработкой данных и не только до самого конца войны это оставалось в тайне но и много лет позже войны дэвид ирлинг в одной из лекций рассказывает что он сам фактически вскрыл этот факт о наличии этой машины и о том как она применялась в процессе раскапывания своих там интересных архивных данных и когда он захотел об этом вслух рассказать естественно в очередной своей книге то он его вызвали на беседу у него была беседа с одним из высших шефов осс британского где во первых ему объяснили что это данные секретные на данный момент а во вторых объяснили почему они секретные объяснение было так себе но тем не менее апеллировали к его чувству английского джентльмена что это будет во вред британии так что заговор может быть они бывают сплошь и рядом и я бы даже сказал что очень многие вещи которые любят объяснять случайностью или глупостью на самом деле скорее всего лучше объясняются именно заговором вот опять же вспомнить последний фейл с поднятием пенсионного возраста 11 сентября я был айтишником в одном московском офисе самом центре москвы компания достаточно известная но людей там работал немного и один из управляющих партнеров был такой уже убеленный сединой американец он не все время находился в москве но в этот день он был в москве когда началась эта катавасия с новостями cnn эти непрекращающиеся кадры у нас висел телевизор в холле в общем примерно полдня он провел стоит перед этим телевизором смотрел на него с отвалившейся челюстью он был конечно в шоке время от времени поругивался там типа у щит у щит мы все остальные окружающие тоже были в общем-то в шоке и сочувствовали ему как могли но тем не менее в тот уже день сразу когда это происходило мне сразу показалось что что-то здесь нечисто слишком как-то все сложно чтобы это могла группа каких-нибудь там оборванцев провернуть если вы помните то время то буквально в первые дни после 11 сентября начали появляться первые такие любительские пол любительские документальные фильмы пытавшиеся раскрыть так сказать конспиративную теорию про 11 сентября если вы помните были такие фильмы как lose change по-моему она выдержал три переиздания в трех редакциях выходила там первая редакция вторая редакция и каждый раз дополнялись новые видеокадры фотокадры теории менялись потом помните был такой журналист дэйв фон кляйст он уже умер к сожалению он снял in plain sight по моему фильм in plain sight тоже выдержал несколько изданий но в целом там было много общих кадров потом проявился такой очень интересный человек вебстер тарпли он автор нескольких книг и читает разные лекции есть крайне интересная лекция называется synthetic terror синтетический террор советую посмотреть там много любопытного и его охват шире чем просто 911 он берет в целом подход и правительств и конкретно американского правительства к решению проблем какое-то время спустя вышел фильм майкла мура 911 градусов по фаренгейту мне кажется один из худших фильмов который мур снимал он совершенно не раскрыл вот эту тему с неувязками вокруг там и финансовой стороны и чистой физики в общем вообще проигнорировал то есть весь фильм его посвящен взаимоотношением семьи буша и с принцами саудовской аравии как их там вывозили спецрейсами срочном порядке из америки не совсем чуть-чуть про странности поведения джордж в уши но довольно скоро после 11 сентября образовалось такое сообщество как scholars for 9-11 truth ученые за правду об 11 сентября потому что именно со стороны ученых были самые интересные вопросы к механике как все это могло произойти и могло и произойти вообще и одним из основателей этого сообщества был профессор стивен джонс если вы никогда не не слышали то наверное лучшее что могу посоветовать как отметить 11 сентября с пользой найти и посмотреть его самую свежую лекцию про 11 сентября он их прочитал множество я постараюсь найти ту самую длинную который я помню и вставлю ссылку и сюда и в конец на последнем экране копания в этой теме стивену джонсу стоило место в университете как и многим другим ученым которые тоже в эту тему влезли тем не менее уже много лет спустя волна в общем не затихает и есть движение которое требует открыть повторное расследование и ответить на многие не отвеченные вопросы в общем если вам интересно тема физики то просто посмотрите лекцию стивен джонсу все остальное можно проигнорировать ладно там много эмоций но вот стивен джонс говорит в другой совершенно манере просто достаточно сухо от данных а данных там довольно много всем пока удачи и помните всякого слушай никому не поддавайся